Как изменится жизнь россиян в 2020 году Билеты на спектакли на исторической сцене Большота Театра у официальных продавцов лучше покупать за несколько недель А вот у перекупщиков хорошие места есть даже в день представления, правда по сильно завышенным ценам Бывали случаи, когда спекулянты предлагали билеты за сотни тысяч рублей при их номинальной стоимости 9-12 тысяч рублей Учреждения культуры от этого терпят значительный ущерб, так как доступа в театр лишаются россияне с невысокими и средними доходами Фото вводятся штрафы за спекуляцию театральными билетами Текст Владислав Куликов Поправки в Коап ввели солидные штрафы для нелегальных торговцев театральными билетами Как подчеркнул председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников Меры приняты для борьбы с перекупщиками билетов на культурно-зрелищное мероприятие Спекулянты нередко продают билеты по завышенным ценам, лишая тем самым многих граждан возможности посещать театры Как рассказывают эксперты, зафиксированы случаи, когда билеты в Большой театр при номинале в 12 тысяч рублей в руках спекулянтов вырастали в цене до 100 тысяч Минус Закон о штрафах билетным спекулянтам вступит в силу после праздников Поэтому недавно был принят закон, призванный перекрыть кислород билетной мафии Теперь нельзя продавать билеты в театры, музеи, филармонии и на экскурсии по цене выше номинала Исключение сделано для официальных посредников, но их комиссия не должна превышать 10% Так что красная цена 12 тысячному билету в Большой театр 13,2 тысяч рублей И то, если продавец работает по официальному контракту Запрещена любая перепродажа билетов за одним исключением Если человек купил билет в театр для себя, но по каким-то причинам не смог пойти Он может продать свой билет кому-то другому по цене номинала Или меньше Главное не дороже За продажу билетов неуполномоченными лицами А также продажу по завышенной цене штрафы для граждан составят от полуторакратной до двукратной цены Указанной в билете Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% Обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены И билета для юрлиц и индивидуальных предпринимателей от двукратной до трехкратной цены Любопытно, что изначально штрафы предлагались выше Однако депутаты сочли санкции завышенными В свою очередь сенаторы пообещали мониторить, как будет работать закон, чтобы выяснить, не окажутся ли предложенные санкции мало Беременных женщин в СИЗО поместят в отдельные камеры Текст Владислав Куликов Поправки в закон о содержании подстражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений смягчают условия для беременных женщин и молодых матерей, вынужденных находиться в СИЗО вместе с младенцами Минус За передачу мобильников за решетку введут уголовную ответственность Закон вводит дополнительную норму санитарной площади Теперь на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, должно быть не менее 4 квадратных метров Кроме того, вводится норма, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых Как подчеркнул Владимир Груздев, в целом новации направлены на улучшение содержания беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет Кстати, инициатива была разработана группой сенаторов, в числе которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко По данным на 1 декабря всего в следственных изоляторах находилось 8,7 тысячи женщин Сколько из них готовятся стать матерями или находятся в СИЗО вместе с младенцами, данных нет В ходе обсуждения проекта озвучивались данные, что в 2018 году в СИЗО и колониях находились 1269 беременных женщин В том случае, если молодая мама получает срок, она может взять малыша с собой в колонию Сейчас при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 423 ребенка После того, как малышу исполняется 3 года, он должен покинуть колонию Если у мамы не подошел срок освобождения, его отдают на попечение родным Некоторые эксперты полагают, что возраст, когда ребенку можно жить с мамой в колонии, стоит поднять до 4 лет Расширяется перечень орфанных заболеваний Текст, Ирина Невинная Минус Хобл необходимо включить в число социально значимых заболеваний Во всем мире такие пациенты обеспечиваются лекарствами по особым правилам В России много лет существовала программа 7 высокозатратных нозологий По которой лекарства для 7 заболеваний Гемофилия, рассеянный склероз, ИДР, закупались за счет федерального бюджета Но редких болезней существенно больше и обеспечение лекарствами людей с нозологиями Не включенными в федеральный список, ложилась на бюджеты регионов со всеми вытекающими последствиями В прошлом году список для централизованных закупок лекарств увеличили до 12 позиций Теперь он включает 14 нозологий Федеральный уровень закупок означает, во-первых, что все больные получат необходимые препараты А во-вторых, централизация торгов дает больше возможностей договориться с производителями лекарств о снижении цены Законодатели обещают корректировать перечни орфанных заболеваний и дальше Фармацевтика развивается На рынке появляются препараты для лечения болезней, еще вчера считавшихся безнадежными За незаконную добычу янтаря теперь грозит тюрьма Текст Ульяна Валикжанина, Калининградская область Закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальные обороты янтаря и других полудрагоценных камней Публикует российская газета Ранее подобные деяния карались только административными штрафами Власти Калининградской области, на территории которой сконцентрировано до 90% мировых запасов солнечного камня Надеются, что документ поможет бороться со злостными нарушителями реальные сроки Грозят только черным янтарщикам, уже привлекавшимся к административной ответственности Минус Как изменение законодательства скажется на нелегальном рынке янтаря Экскаваторы-мотопомпы, разрывая и размывая грунт в поисках янтаря Наносили вред не только экономике Калининградской области, но и окружающей среде Нарушалась система дренажа, что негативно влияло на земли, соседствующие с карьерами В 2018 году вступили в силу поправки в Коап РФ, которые увеличили максимальный штраф для граждан в 100 раз до 500 тысяч рублей Для юрлиц штраф от 10 миллионов до 60 миллионов рублей Введение уголовной ответственности это логическое продолжение работы по повышению штрафов, которую инициировал регион Комментирует ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов Новый закон позволит бороться с отдельными нарушителями, не воспринимающими административные меры воздействия Теперь за повторное нарушение теневым добытчикам грозит до двух лет колония со штрафом до 200 тысяч рублей Аналогичное наказание предусмотрено за нелегальный оборот самоцвета За те же деяния, совершенные в крупном размере, черные янтарщики могут лишиться свободы на 4 года После повышения штрафов добытчики янтаря переместились в акваторию Балтики Чтобы вскрыть янтароносные пласты, они размывают морское дно Как полагают эксперты, следующие шаги законодателей должны быть связаны с доверами Которые ныряют за солнечным камнем в море и погибают Дело в том, что после повышения штрафов добытчики янтаря переместились с суши в акваторию Балтики Чтобы вскрыть янтароносные подводные пласты, они размывают морское дно с помощью специальной техники Минус В янтаре нашли неизвестную огромную гусеницу возрастом 44 миллиона лет доверы В отличие от копателей, не наносят заметного ущерба экологии Кроме того, их уловы невелики и не способны существенно изменить расклад сил на легальном рынке При этом старательство в море сопряжено с риском для жизни В 2018 году у берегов поселка Янтарный, где располагается крупнейшее в мире месторождение застывшей смолы, погибли семь доверов Жертвы были и в 2019 В ноябре Тарагедия унесла жизнь 22-летнего жителя Калининграда, в декабре 35-летнего упражненца Нальчика Как полагает Антон Алиханов, исправить ситуацию может легализация деятельности по добыче янтаря в море Такую позицию разделяет и глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливацкий Градоначальник неоднократно общался с доверами Все они готовы работать официально и перечислять деньги в казну Можно выдавать лицензии по аналогии с золотодобычей, считает Заливацкий Стоит также подумать о создании саморегулируемых организаций, изучив опыт строительной отрасли Важно ввести обязательные условия для получения лицензий на подводную добычу янтаря обучения и страхования здоровья и жизни Повышается МРОД Минимальный размер оплаты труда МРОД вырастет с 1 января 2020 года почти на 1000 до 12 130 рублей А вместе с ним некоторые виды детских пособий и больничных, а также взносы в пенсионный фонд Если человек их делает самостоятельно Закон об этом публикует российская газета МРОД привязан к прожиточному минимуму трудоспособного человека за квартал предыдущего года Минус Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Стоит помнить, что условная зарплата в один МРОД используется для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком по линии фонда соцстраха при трудовом стаже менее двух лет А также для исчисления добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование В аэропорты возвращаются курилки Текст, Евгений Гайва В аэропортах снова можно будет курить, но только в специальных закрытых помещениях Закон об этом публикует российская газета Запрет на курение на территории аэропортов действовал в России с 2013 года Теперь аэропорту вновь предоставляется возможность создавать специальные изолированные помещения для курения Решение о создании таких мест будут принимать сами собственники имущества или уполномоченными именно это другие лица Минус В Госдуме готовят запрет никотиновых конфет Открывать курилки можно будет только в зонах нахождения уже зарегистрированных на рейс пассажиров после прохождения предполетного досмотра А также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом При этом помещения для курения должны быть оборудованы системами вентиляции Стены в них должны быть непрозрачными, чтобы была исключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений, сказано в тексте закона С инициативой внести такие изменения выступил депутат Сергей Боярский в ноябре 2017 года Он объяснил свое предложение тем, что запрет постоянно нарушается Курящие пассажиры дымят в туалетах, поскольку в чистой зоне уже не могут выйти на улицу Минздрав ранее предлагал расположить помещение для курения в чистой зоне аэропорта, причем максимально далеко от зоны досмотра А также пути исследования пассажиров к выходам на посадку и выходам из здания Минус Нарколог рассказал, к чему приводят употребление снюса На запрос российской газеты о том, как повлияют на борьбу с курением новые правила, в Минздраве не ответили Московские аэропорты ранее уже заявляли о готовности создать комнаты для курения Как пояснили РГФ при службе аэропорта Домодедова, курительные комнаты в аэропорту были переоборудованы в 2013 году после вступления в силу запрета на курение на территории аэропортов России Теперь эти помещения эксплуатируются по другому назначению для улучшения пассажирского обслуживания Сейчас аэропорт изучает возможность размещения специальных комнат, в том числе на территории новых площадей аэропорта, отметили в пресс-службе В Шереметьево ранее отмечали, что уже разработали концепцию курительных комнат с непрозрачными стенами и мощной вентиляцией Внутри этих помещений собираются разместить плакаты о вреде курения Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГ Ветеринарный надзор ушел на повышение Текст, Олена Узбекова С 1 января 2020 года полномочия по проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, закрепляются исключительно на федеральном уровне Закон об этом публикует российская газета Прийти с проверкой на предприятие, которое занимается содержанием или убоем животных, а также переработкой и реализацией мясной, молочной или рыбной продукции, сможет только инспектор территориального управления Росельхознадзора Минус В ЕС запретили провозить в багаже овощи и фрукты Функции региональных и федеральных инспекторов дублировались и создавали чрезмерную нагрузку на бизнес Каждый регион мог разработать свое положение о ветеринарном надзоре, по сути, вписать в него все, что угодно Скрывались факты распространения заразных болезней Несвоевременно исключалась из оборота небезопасная для здоровья людей животноводческая продукция Федеральные органы работают в рамках прозрачной и известной всем нормативной базы, отмечают в Росельхознадзоре Поэтому для контроля и принятия решений теперь определены четкие, общие для всех стандарты При этом региональные службы оставляют за собой все прежние функции, за исключением права проверок, отметила начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Росельхознадзора Татьяна Балагула Росельхознадзор получил полномочия по проверкам более чем 230 тысяч региональных предприятий К ним добавляются еще более 250 тысяч объектов федерального надзора Ресурсов для проверок такого количества объектов достаточно, уверяют в ведомстве Большая часть работы будет проводиться с использованием системы электронной ветеринарной сертификации Меркурий Следующий этап укрепления вертикали ветеринарного надзора и повышения биологической безопасности принятия поправок в законной ветеринарии, которые обеспечат маркировку и учет домашних и сельхозживотных Отчищение огнем Текст Евгений Гайва Жигание мусора для получения энергии теперь теюре приравнивается к утилизации отходов Минус Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде Что касается экосбора, то до сих пор собранные средства шли на софинансирование региональных программ по обращению с отходами То есть, например, на строительство мусора перерабатывающих заводов Порядок предоставления субсидий регионам утверждало правительство Теперь в законе нормы про предоставление субсидий регионам нет Вместо этого закрепляется расходование средств экосбора в порядке, установленным бюджетным законодательством РФ Ранее вице-премьер Алексей Гордеев поручал Минприроды обеспечить внесение поправок в законодательство Исключающих положение об использовании средств экологического сбора в качестве субсидий регионам Чтобы деньги направлялись целевым образом на утилизацию Минприрода как раз предлагала ввести возможность направления средств экосбора на создание инфраструктуры по утилизации отходов посредством их сжигания с производством энергии То есть теперь взимаемые с предприятия средства будут направляться на переработку отходов Меняется также порядок взимания экологического сбора Отчетным периодом в отношении внесения платы признается календарный год Квартальные авансовые платежи вносятся не позднее 20 числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала Таблетка меняет статус Текст, Ирина Невинная Для лечения конкретного пациента или группы больных разрешается ввозить незарегистрированные препараты, в том числе психотропные и содержащие наркотические вещества Закон об этом подписал президент Владимир Путин Его основные положения вступят в силу с 1 марта 2020 года Важное условие для разрешения ввоза незарегистрированных лекарств заключение врачебной комиссии о том, что препарат необходим больному И альтернативы ему из числа зарегистрированных в стране лекарств нет Обязательную маркировку лекарств введут с 1 июля 2020 года Это изменение в закон стало логичным завершением резонансной истории с мамами детей-инвалидов Летом 2019 года их задержали при получении посылок с лекарствами, заказанными по интернету из-за рубежа В обоих случаях в посылках находился фризиум-противосудорожное лекарство, применяемое при эпилепсии Поскольку в России препарат незарегистрирован, женщинам грозило уголовное дело На их защиту встало общество Матери детей-инвалидов написали письмо президенту с просьбой решить проблему с закупкой обезболивающих и психотропных лекарств, незарегистрированных в России В сентябре было решено в экстренном порядке централизованно закупить и завести в страну фризиум для детей с тяжелыми формами эпилепсии Одновременно шла работы над законом, который бы легализовал ввоз в страну таких лекарств и определил порядок и условия их приобретения и использования Ключевое условие для ввоза незарегистрированных лекарств – отсутствие альтернативы в стране Еще один важный блок поправок в закон об обращении лекарственных средств касается определения взаимозаменяемости лекарств В законе впервые прописан статус оригинального препарата – дженерика, копия оригинального, референтного препарата, с которым сравниваются препараты аналоги при их регистрации Минус Расширен спектр взаимозаменяемых лекарств для газзакупок В Минздраве утверждают, что новый порядок расширит спектр препаратов эквивалентного действия при формировании заказа А это даст возможность экономить бюджетные средства без ущерба для качества лечения Определять взаимозаменяемость, оформлять соответствующие заключения будет экспертное учреждение на основании газзадания Минздрава А сведения обо всех препаратах, сгруппированных по терапевтическому назначению, зафиксированы в особом электронном регистре, который на днях представил Минздрав Как отметила глава Министерства Вероника Скворцова, нововведения в законодательстве направлены прежде всего на повышение эффективности проведения газзакупок лекарств Новый порядок поможет газзаказчикам лучше ориентироваться на лекарственном рынке и проводить тендеры быстрее, дешевле, без ошибок и дефектуры Как пояснил РГ глава Комитета Госдумы по охране здравия Дмитрий Морозов, положения закона будут способствовать устойчивости лекарственного обеспечения населения, профилактике срыва поставок лекарств и сделают невозможным завышение цен Ценовой диктат со стороны отдельных фармкомпаний Власть, работа, власть и внутренняя политика